В Брест Александр Черемин приезжает уже в третий раз. Последняя встреча состоялась в городе над Бугом в сентябре, на которой автор презентовал свою книгу «Туровское княжество». На счету выпускника Московского государственного историко-архивного института более 110 публикаций по истории России и сопредельных государств. Сегодня Александр Александрович занимается историческими фактами, которые были фальсифицированы и носили гриф секретности. Поэтому беседа с таким человеком – прекрасная возможность окунуться в мир истории и расширить границы своих знаний. Человек очень интересный, очень знающий, много знающий. И собеседник интересный, и материал изложен очень доступно, интересно. Это глыба. Сегодня Александр Черемин занимается изысканием и внедрением в научный оборот неизвестных событий, связанных с историей Беларуси. Книга «Полоцкое княжество» представлена на мероприятии своего рода продолжение Туровского княжества. Что же привлекло ученого в нашу страну? По словам автора, в изучаемых документах, как он сам выразился, ВКЛ присутствовала как тень. Это не толкнуло на мысль систематизировать накопленные сведения и создать книги-монографии о княжествах эпохи Средневековья. Здесь очень много городов, которые на много лет старше Москвы, имеют богатейшую историю, но они не описаны. Потому что получалось так, что эти города входили в разные эпохи, в разные государства. И получилось так, что, допустим, тот же город Новогрудок, даже тот же город Брест не имеет полной истории. Потому что и каждое государство пишет так историю, как выгодно этому государству. Я же нейтральный человек, я пишу со стороны. И я просто пишу историю, не вникая ни в идеологию, ни в политику. Мне просто хочется показать культуру, быт, религию этого государства или этого города. В планах у писателя издать серию книг о городах Беларуси – Бресте, Минске, Могилеве и других областных и районных центрах. Всего около 30 монографий. Благодаря им уже совсем скоро любители истории и краеведения смогут совершить увлекательное путешествие по страницам книг Александра Черемина и узнать подробности забытых и малоизвестных фактов и событий.